Белорусская земля В Белоруссии гитлеровцы построили мощную линию укреплений Остваль. Ставка Верховного Главнокомандования и командующий фронтами Рокоссовский, Баграмян, Черняховский, Захаров выработали смелый стратегический план под кодовым названием Багратион. План Багратион предусматривал согласованные действия четырех фронтов. Основные удары наносились на Витебском, Оршанском, Могилевском и Бобруйском направлениях. Цель окружить и уничтожить фланговые группировки гитлеровцев, а также нанести удар в центр фронта. Операция готовилась тщательно и упорно. Создавались ударные группировки на главных направлениях. 23 июня 1944 года. Генеральное наступление началось. Шквал огня обрушился на врага. И одновременно в тылу противника начали активные действия белорусские партизаны. После двух дней ожесточенных боев, вражеская оборона рухнула. В прорывы устремились танковые соединения подвижные конно-механизированные части. Войска шли по заболоченным чащам, форсируя десятки речеба. Днепровская флотилия охраняла переправы наших войск. Под Бобруйском фашистские войска были зажаты в котел и разгромлены. Успех наших войск под Витебском, Орше и Рогачевым позволил продолжить наступление. Войска 3-го Белорусского фронта с севера, 1-го Белорусского с юга, по сходящимся направлениям, и 2-го Белорусского с востока снова ударили по врагу. Цель окружить и уничтожить основные силы группы армий. Центр, восточный Минска. Советские танки на окраинах Минска. Героический город, израненный, сожженный, но не покорившийся. Столица Советской Белоруссии освобождена. На восточнее Минска в котле 30 немецких дивизий. Гитлеровцы еще надеются прорваться. Но кольцо сжимается. Десятки тысяч вражеских солдат, офицеров, генералов взяты в плен на белорусской земле. Дальше наступление развивалось к границам Польши и Восточной Пруссии. Победа в Белоруссии – блестящий образец военного искусства советской армии. Продолжение следует... Победа в Белоруссии. Продолжение следует...